всем привет вы на канале урал спецтранс наслаждаемся летними деньками сергеем здравствуйте попросила его рассказать поподробнее вот про урал про бортовойск ему который у нас на выставке был строй дор экспо ну все вы видели спасибо за приглашение спасибо спецтрансу что иногда вспоминает приглашает всем всем еще раз здравствуйте перед нами дорожный автомобиль дорожная гамма выпускается уже третий по моему год с конвейера но это шасси 6 на 4 колесной формулы передняя ось не ведущая можно показать что это балка все оси производства ханде китайские задние мосты по 10 тонн на ось на заднюю это шасси позиционирует у азурал как более легком сега дорожном сегменте а сейчас они выпустили уже без капотную версию мы они рассказывали зимой показывали так сказать тот тот автомобиль позиционируется в более тяжелом классе дорожных автомобилей оси да да это данные значит ханде достаточно себя зарекомендовали в эксплуатации надежно комплектующие на них тоже поставляется в запчасти принципе я не слышал чтобы кто-то жаловался на данные значит компоненты из китая то есть они давно уже возятся в составе других автомобилей в россию давно уже продаются давно уже знают как их ремонтировать под капотом здесь стоит нам известная шестерка но в максимальной версии значит поднятый до 330 лошадиных сил в общем-то двигатель тяговитый сидит конечно в подкапотном пространстве низко здесь не внешним для обслуживания вместо полно подлести как как сказать ко всем агрегатам место есть откуда и как в общем-то многие подписчики в прошлых так сказать видео высказывает свое мнение что лучше бы капот был откидной интегрального типа ну все как бы воспринимают эти вещи по-разному и у каждого свое мнение кому-то нравится когда тепло здесь наших суровых российских условиях можно сохранить не открыли открывая только крышку капота кому-то нравится скинуть полностью оперения и облазить весь мотор при этом его выстуживая зимний период времени ну я не знаю сейчас двигателя настолько начать надежные что в принципе залазить под капот так уж и часто надо фильтр здесь легко доступный то есть откручиваешь гайку не буду снимать крышку снимаешь его вынимается легко принципе вопрос решен но на заводе грамотно в общем то здесь у нас стоит решительный бачок он тоже визуально контролируется уровень жидкости прозрачен сейчас на минимуме да даже меньше минимума уровень температура у нас упала немножко к минусу да уже исполняется в ночное время на это сол объем объем свой уменьшил в системе охлаждения можно принципе дали не так страшно в общем мы завод не знаю может быть даже с просьбы самих эксплуатационщиков значит поставил переставил фильтр грубой очистки от бака в подкапотное пространство то есть где тепло по сути да ну вот есть мнение что там как бы не совсем хорошо и неудобно обслуживать его но вот на этом автомобиле я не вижу проблем какого тут обслужить эту доступность легкая от него это бачок гидроусилителя стоит там у нас бачок на сцепление гидравлика там не замечание сделали правильно наверно раньше что я там назвал значит сказал назвал радиатором значит конденсатор ну оговорка бывает и тем более там оправдываться начинаю ну ладно холодно было все можно было мозги застыли но вот я здесь не вижу начи здесь вот в этой версии обычно то есть есть версии где устанавливается на эти автомобили у нас тут подогреватель стоит штатный предпусковой он он не только подпусковой он является и подогревателем просто поддерживающим тепло двигатель то есть его можно запускать и при рабочем двигателе во время холодного времени данный автомобиль оснащен уже платформы так сказать урал спецтранс ручки для открывания бортов находится доступной зоне борта легкие открывается легко рифленый пол на платформе хотя на таком даже рифленом полу металлические предметы ползают тоже хорошо ну есть петли и петли и петли так захваты для карабинов вязочных таскать ремней этом грузу вязать можно легко кстати борта легкосъемные они это не замыкается идет но тут на двух петлях борт я кстати это не очень хорошо если груз не укрепить может он сюда съехать борту вот эту часть продавить может конечно здесь бы петлю поставил бы она не лишняя была бы ну а так разъемочки то есть его поднял скину отработанные технологии урал спецтранса по бортовым платформам а мы сейчас прокатимся ольга просит да пожалуйста будет даже интересно кабина производства газ собирается по-прежнему на территории не живет они газа нижнем новгороде вот привозят ее потом уже укомплектованную сюда монтирует на заводе на заводе урал мясе в общем кабина укомплектована здесь у нас сиденье на пневме я что-то как-то засомневался каверзный язык они на пневме остался на пневме просто сейчас воздуха нет пневма сиденья но как было так и осталось подушка спустилась я уже засомневался в общем то у нас все осталось по-прежнему торпеда еще никто не менял на этом автомобиле в общем то приборная щиток газель так у нас экранчик все тут загорелась диагностика два контура показывает воздух 6 атмосферах есть так у нас кулиса здесь тросовая так сказать кулис она удобней может быть еще попробуем давно и на нем не видел воздух у нас есть двигатель запускается легко просто не зима ремни безопасности обязательная процедура джойстик здесь у нас рычага нету простор кабине хорошо что-то у нас сиденье это не подкачивается что-то тут выключено видать вот вот там кнопочки есть вот я поджал вот у нас в денька заработала я приподнялся а то я зашел в автомобиль смотрю что-то как-то она низко и подушки не видно испугался в общем здесь у нас есть место для под тахограф которого сейчас нету которого надо будет установить перед эксплуатацией до ящики снабдили тут раньше не было крышки под крышечкой и второе ящичек у нас там сумочка какая-то с полезными вещами влезла зип документами чё там здесь вот мне нравится тут тут у нас где-то должна быть где-то 10 юсбишки подключиться можно нет нету а чё ты избежать не то что а вот юсбишки ну в общем раньше была там теперь сделал здесь в общем то круиз-контроль на данном автомобиле имеется он сейчас везде в штатном но это всегда горит сиденьку подрегулировать под себя что-то простор не стало так у нас здесь колонка регулируется сейчас я тут еще чуть-чуть сломал вот таком диапазончике маленьком всего лишь так хотелось бы конечно так чтобы регулировать регулировать но к сожалению газ не делает ручник стоит в удобном месте поехали двигатель агрегатирован коробкой передач сцепление на самом-самом кончике машина поехала у нас агрегатирование длинный ход такой сцепление на самом-самом кончике машина поехала у нас стекла не помоем стекла не помоем водички водички нет ничего пусто 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 потряхивает пусто да нет это я каждый автомобиль требует немножко привыкания любого водителя когда садишься в новый автомобиль оно немножко непонятно для начала а потом потихонечку привыкаешь и начинаешь работать уже то есть это любой как бы специалисты ой извиняюсь у нас встреча небольшая как будет расходиться не знаю что это у нас сейчас он будет ругаться наверно у нас тоже там борт сзади разошлись ну вообще переключается очень легко коробка вот легким передергиванием рычага вправо влево она переключается с одного ой извиняюсь как тормоза ураловские у нас хорошие только придавил педальку он сразу становился что он нас пропускает или мы его больше он нас должен пропустить как вот здесь действует правило не знаю наверное он тут нас пропустил это же уважение машина же большая да я говорю что большую машину должны пропустить маленькие в кабине в кабине маленько потряхивает конечно нехорошо даже на ровной дороге получается ощущаешь да эти потряхивания это говорит о том что подвеска тут жесткая кабины кроме рамы и подвеска кабины рессоры тоже они тут жестковаты на автомобиле поехали прямо туда на стройку нет? поехали хватит там топлива а вот там лапочка горит но встанем день встанем день у Ольги даже голос отдрогаться начал у Ольги даже голос отдрогаться начал движок тяговитый в принципе мне вот что нравится в этом моторе что он тяговит 536 мотор но слышал не раз с эксплуатацией что этим бы ну то есть знаете бы в автомобиле бы устанавливали бы на шасси хотели бы видеть этот двигатель более мощный то есть 650 но к сожалению почему то завод еще не комплектует ими хотя может быть я не знаю может быть уже есть такая версия потому что хочется возить больше людям чем они могут с этим двигателем позволить на таком автомобиле то есть руль да скрипит у нас резинка раньше такого что-то не замечал что-то да не было вот то есть водитель должен зарабатывать деньги перевозить перевозить больше груза чем больше он больше везет тем больше он себе в карман зарабатывает или наоборот водитель зарабатывает ровно столько сколько он работает за рулем а предприниматель зарабатывает сколько везет автомобиль больше обзорность хорошая видно широким по широкому углу что туда что сюда что в зеркала до бокового обзора да там все видно под машины что творится со стороны ступеньки крыла переднего правого то есть автомобиль который там вдруг легковой притрется его будет видно в общем то капот все равно никуда у нас не уходит но эти ощутимые полтора метра визуальных впереди ну наверно контролировать можно научиться в этом страшного нет управляется легко автомобиль все таки тут по моему белорусский стоит гидроусилитель но он хороший и дешевый импортные давно уже исключили из комплектации сначала санкции вроде как на его исключение из конструкции повлияли потом и по цене вроде как он стал дорогим вот хотя вот я там пытался испробовать количество поворота полного руля значит оборота на том значит руевом управлении значит гидроусилителей там меньше делаешь примерно на пол на пол на пол оборота всего лишь ну как бы всего лишь вот так что блин а тормоза конечно уралов кто ездил на уралах 375 а я это хорошо помню потому что я работал на чукотке на 375 урале вот эти тормоза я хорошо помню к ним и к ним надо очень относиться нежно нежно ногой работать вот без привычки конечно теряешься в переключениях передач но немножко поработав при этом все это ощущение эти все поймаешь и все вернется в круги свое да поездим задом там никого там ничего машина стояла плотно же да тут Ольга содрогается каждому торможению моему когда к автомобилю привыкнешься начинаешь потом работать ювелирно очень ювелирно очень ювелирно хотя страшно да страшно да сейчас заденешь но оно 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 должно сложиться там пружины стоят мы посмотреть можем ой а там закрыто было а а а а можно же потрогать ну в принципе оно вот складывается а а а видно да было да а что ну кабина next мы уже о ней многое рассказали тут электростеклоподъемники все удобно в общем глушим автомобиль спасибо Урал спецтрансу очередной раз дали потестить Урал правда это не был тест-драйв так сказать в полном его объеме ну мы тест-драйв это надо куда-нибудь ее загнать загнать покатать да попробовать ее на все проходимости там скажем в колее еще где-то ну хотя это дорожный автомобиль он должен по асфальту возить груз да за исключением строительных каких-то объектов где асфальт уже не еще не выложим вот ну там грунтовые цепные дороги уже подготовленные площадки в общем то в общем все все да об этом автомобиле подписывайтесь на канал Урал спецтранс ставьте лайки пишите комментарии это моя коронная фраза всем задавайте вопрос Сергей будет отвечать да запишите в комментариях ну не все многое могу рассказать вот хотя сейчас с возрастом частенько начал заглядывать в буквари как-то это флешка начинает это не все записывать спасибо всем за просмотр до свидания спасибо спасибо cuál Продолжение следует...